Мы с Мелешей вышли на велосипедах покататься, а у нас тут целое соревнование тоже велосипедистов. Смотрите, сколько машин, парковка вся забитая, мест нет, так и они здесь припарковались. Велосипедисты едут. Ну что, и мы пойдем, давай. Да, нет, так это чтобы люди, которые они знают, знали, куда им ехать, направление. А мы идем, и везде по всей деревне вот эти вот синенькие ленточки со стрелками. Я думала, может, какой-то праздник или выставка, и я проглядела, оказывается, это соревнование велосипедистов. Вон их сколько. Мелешка моя уже, здесь тоже машины, уже до перехода доехала. Видите, сколько по выходным и по средам родители с детками, кто на роликах, кто на великах. Давай, Мелеша, идем, идем. Али-али-али-али-али. Видите, дождь, солнце, дождь, солнце. Траву косили неделю назад, и вон уже какие завросли повсюду. Вы знаете, в советах, в комментариях, вернее, дают советы. Для того, чтобы начать ходить, нужно завести собаку, купить собаку. И тогда у вас будет повод выйти. У меня же другой совет, купите ребенку велосипед, да. И будете не только ходить, а бегать вот за этим чадом. Я от вот тех сосен и вот сюда только дошла, а Миленка аж до следующего пролета уже проехала, да. Давай, пойдем, а то будет совсем жарко. Пить не хочешь? Видишь, тоже вот часто спрашиваете, как же так? Почему у французы и сыр едят, и круассаны едят, и багеты эти едят, и все они едят, и почему они не толстые? Да потому что они вон спортивные какие, посмотрите, пожилая пара и на великах. Мелешка шелковицу нашла. Она поспела уже. А, да. Ее уже ободрали до нас. Ой, осторожно, осторожно. Подожди, 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 упадешь. Стой. Сейчас. Ой, 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 ой. Какая классная. Пойдем, там дальше есть, где ближе можно будет подойти. Вот так. Пошло мое чудо. Осторожно. Только спеленькие срывай хорошо. Ну что, вот так вот потихоньку, полегонку. И уже прошло пять километров. Когда дойдем, будет пять с половиной. Мы до следующей деревни, до соседней, вернее, идем и едем. Мелешка моя, а вон она назад, по-моему, едет. И назад, и того будет чуть больше одиннадцати километров, если брать дорогу от деревни до деревни, плюс по самой деревне до дому. Так что сегодня можно будет устраивать не только загрузочный обед, но и загрузочный ужин. О, ну, какие щеки розовые. Да жарко уже. Надо где-то пол восьмого, восемь выходить, Мелеша. Мы около девяти вышли, уже поздно. Все, мокренькая, ты моя сладкая. Вон, какая у нас красота. Винограднички вон уже какие. Зелененькие, положи в рюкзачок. Даже здесь, под вот этой сосенкой, мы грибы всегда собираем, маслята. Думаю, да. По-моему, да. О, какие шишки красивые. Помню, что это где-то в море. Возле моря, да. Для Гранде Мотте. Там тоже сосен много. Ага, я нашла три или две. Да. Ой, а что-то у нас такие, что ли? Пушинка. У нас вон одуваны уже отсвели. А, так тебе классно, конечно. Я не знаю, что они тут скамеечку убрали. Скамейки у нас стоят, они вот по всей линии вот этой дорожки велосипедно-пешеходной. Но почему-то на солнышке. Вот здесь вот тенечек, классно бы поставить. Бетоном все залито. Раньше здесь поезда ходили. И вот это вот остановка была, где люди приходили и садились на поезд. Ну что, передохнула? Пойдем? Не. Тебе, конечно, хорошо. Мама-то на ножках стоит. Милен пока смотрит, чтобы змей не было. А мама красивые виноградные ряды хочет показать. Видите, как виноделы ухаживают за виноградными полями? Почему французское вино так ценится? Почва вся прорыхленная. На каждой линии водичка вот подведена. Знаю, наверное, видно вам. Я их уже показывала, когда листьев было поменьше. Стоят краны, полив. И постоянно это просто титанический труд. О, кто-то у нас такие мужчины разговорчивые едут. Вот так, вуаля, сыса. Конечно. Ну, ты устала, да, Дуица? Ну, ничего. Мы уж назад возвращаемся. После прогулки мы с Милен решили приготовить на обед очень вкусный пирог из курицы, на который нужно всего лишь три ингредиента. Если вы тоже не знаете, что приготовить, то делимся с вами рецептом. Что нам понадобится? Надо понадобиться. Надо понадобиться. Нам понадобится. Вот хохотушка. Цибулька. Белая куриная грудка. Цибулка и патте фуэти. Это слоеное тесто, одна луковица. И куриная грудка у меня получилась весом чуть больше 500 грамм. Луковица, если любите побольше лучка, то возьмите большую, как у меня. Она 160 грамм потянула. Если не очень любите цибульку, можете взять поменьше. Итак, что нам нужно будет сделать? Режем куриное филе на небольшие кусочки. Кубиками я режу и куриное филе, и лучок. Вот видите, такими кусочками мы нарезаем небольшие квадратики. И так обе куриные грудки. Так, курицу и лучок, порезанный кубиками, выкладываем в миску, подсаливаем по вкусу и тщательно перемешиваем. Так, что мы делаем дальше? Перекладываем тесто в противень. И на одну часть, на одну половинку, выкладываем курочку с лучком. Вот что у нас должно получиться. И затем накрываем тестом. И будет вот такая, вот как французы говорят, до миллиона. Так, что дальше мы делаем, Милен? Отрезаем бумажку. Она нам не нужна. Давай, вот здесь вон где-то бери. Давай. Учись, в следующий раз сама будешь готовить. Так, еще, еще, еще отрезаем. Если удобнее, придерживай. Вот так вот. Вот так вот отрезаем, отрезаем. Духовку разогреваем на 200 градусов. И сейчас нужно будет что сделать, мама сказала? Попрокалывать. Вот так, чтобы воздух выходил. Пирог получается очень вкусный. Сок остается внутри. Плюс слоеное тесто. Я даже верх не смазываю ни белком, ни желтком. Абсолютно. Всего лишь три ингредиента. Тесто, курица и лук. Ну и немножко соли. И теперь ставим в духовку разогретую до 200 градусов на время 30-35-40 минут. Ну, все зависит от вашей духовки. Здесь у меня духовка, которая выпекает этот пирог за полчаса. И в суммах у меня примерно уходит 35 минут. И вот смотрите в конечном итоге, какой у нас с Миленочкой получился пирог. Пахнет просто обалденно. На весь дом аромат. И хочу вам сказать, что вот такого вот пирога вполне достаточно на семью из пяти человек. На гарнир я буду готовить большую порцию салата. Салат готовлю я сегодня из свежего огурца, из двух цикориев. Это, ну, во Франции он андив называется. И возьму половинку вот этого количества помидорчиков черри. Соус тоже приготовлю сама. У меня это будет соус винегрет на основе масла из сезама, горчицы и половинки лимончика. Да, еще добавлю, наверное, да не наверное, скорее всего, добавлю в соус свежий базилик. Всем желаю приятного аппетита. Если не знаете, что приготовить вот так вот на скорую руку, очень советую вот этот пирожок. Продолжение следует...